Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь Team Empire запрещать героя. Осталось 10 секунд. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Очередь Team Empire выбирать героя. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Осталось 10 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами, наконец-таки, мы, God Hunter Kasper. Мы начинаем смотреть второй игровой день европейского дивизиона. Ну и открывает у нас встречу Empire и Team Spirit, как вы уже могли догадаться, судя по нашей предматчевой аналитике. Фишечка основная в чем? Это первый ключевой матч на сегодня. Второй будет Na'Vi против Empire. И именно исход этих двух встреч определит, кто же выйдет из этой группы. Мы увидим очень жесткие битвы, что в этой схватке она очень нужна для Team Empire. Спириты уже более-менее гарантировали себе первое место. Но не совсем. Им одну карту забрать и все идеально будет. Хотя бы ничья. Вот сейчас их уже, в принципе, устраивает. Но конкретно матч на Empire это будет лютое месиво. Там опять же, наверное, брат пошел на брата. Ты опять со своими пацанскими цитатками. У нас в прошлый раз на втором стриме это происходило. Сегодня ночью я вообще не читал ни одной пацанские цитаты. Ты, я думаю, и так их много знаешь. Зачем тебе еще новые читать? Я жил в таком городе, где приходилось верстеться романом. Что я могу поделать? Я думаю, ты с Зиком найдешь много общего. Ты тоже не позволяли стволам говорить за вас? Зик по цыганам у нас ориентируется, поэтому... Ну, в общем-то, игра практически готова к старту. У нас ребята разбирают героев. Как мы видим, у команды Empire хвост будет на Венгейт. Будет Керевинга. Фаник, мы смотрим, занимает Enchantress. Тоже мы вчера уже насмотрелись на эту Enchantress в сложной. Алоха, или как он тут? Алоша. Такой... Лоша? Алоша подписан. Никс Ассасин. No Fear. Spirit Breaker. Ну и Резоль, естественно, на Инвокере. Да, ну, Team Spirit Gablac будет играть на Ченни. Рамзес. Урса. Айсберг. All Damn. Always Wanna Fly. Облюбленный Дизраптор и Afterlife. На Слардаре. Все на своих героях играет, никакого новшества нет. Единственное, я не знаю, много ли наиграл Айсберг на ОД, что в последнее время на Инвокере зависал у нас. А вот ОД я не видел в пиках. Империю мы вообще не видели с тобой вчера, потому что матчи страной обходили имперцев. И вот слушал наших аналитиков, они говорят, что у империи герой лучше, пик лучше. Ну, честно говоря, у спиритов конкретно драка выглядит чуть более отлаженной. В смысле, схема этого боя, она просматривается. То есть, как нужно драться империей, чтобы у них все получилось замечательно. Это очень серьезный вопрос. То есть, и как они будут отправляться, допустим, к какому-то лыти, если дело до него дойдет. Потому что там могут быть некоторые трудности с этой Вингоей и Инвокером, там, ну, ничего и плюс-минус. Все-таки Урса, Дваурер, Слардер, достаточно мощные персонажи на поздних стадиях игры. Так что, не знаю, поглядим. Конечно, Жукс против Дваурера всегда неплох, потому что у Поглотителя почти всегда есть мана. Вопрос, насколько себя реализует Габлак. То есть сейчас, из-за того, что это лесной герой, он будет торчать в лесу, Лейны должны немного просить отсесть, это логично. И насколько Габлак сможет компенсировать это просаживание, скажем так, на первых минутах, от этого тоже много и зависит. Посмотрим. Ну, Артур очень опытный Чен, поэтому... Не нам его учить. Не нам его учить. Мы много кого можем поучить, но не Артура. Там какие-то бэби-найтов вот этих с акторинами. Ладно, 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 все, 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 забываем. То, что было вчера, останется вчера. И, как вы видите, Смоук от Team Spirit. Сразу же они забегают на нижнюю линию. Также ровно-зеркально действует команда Empire и отправляется на верхнюю руну. Точно в таком же Смоуке. По весьма интересному направлению. Теоретически они могли бы сейчас встретить пару человек, но, скорее всего, они были готовы к подобной встрече. Там Венга идет первая, там еще Жук сзади готов уже копать был бы. Они идут блочить спаун и Чену. Это же логично. То есть они знают, что Чен будет в лесу. Надо все хорошие спотики изничтожить. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чуть ли не с каждого каста Афтерлайв с огнем играет Постоянно еле живой На базу уехал Но он уже почти пятый зато получил В плане экспы дела обстоят хорошо Как дела обстоят здесь у спиритбрекера У инчи четвертый Но их тут двое Причем инча мы не отметили в этот момент Но Фаник отправлял совуха в мид Для того, чтобы помогать стоять против Деваурера Сейчас видимо с кентавриком Куда-то отправился Старается действовать более широко, нежели просто стоять на своей линии Боже, как к этому резолью плюхи то залетают Просто посмотри Ну 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 Нормальный На Сатен Ну не плохо, слушай, нападают А A's закончился прямо сейчас Очень неприятно А A's хорошо, а он на развороте Ультимейт минус инвокер И этого, и этого тоже Именно так и происходит Дабл килл для Outworld Devourer 7 уровень уже Как он шваркнул этим эклипсам инвокер просто сдулся. У инвокера там было 10 интеллекта. Вот именно, смотри, это, я бы не сказал, что непривычно для профессионального игрока, это, наверное, будет немного неправильный термин, но ты, стоя против Devourer на инвокере, порой даже не подозреваешь, насколько ты туп и насколько Devourer имеет интеп больше, чем у тебя, потому что это разница, он создает разницу в интеллекте. Это очень важный параметр. Именно из-за этой разницы он сейчас твоего инвокера и чпокнул. Так, у нас там на Урсевича на топе набросились, но так, немножко протаранили. Урсевич седьмого уровня, он не особо боится сейчас таких гангов, в любом случае он нажимает и муку, и скорее всего убегает. Да, но попытка была неплохая от имперцев забрать. О, до кончания. Да, задумка была неплохая, но реализация, мы видим, подкачала основательно, и этот Devourer становится просто нереально мощным. С каждой тычкой, каждая тычка ворует 5 интеллекта. Два удара завершаешь, ты герой и у тебя став. Так ты понимаешь, что с каждой тычкой, с которой ты воруешь интеллект, увеличивается твой монопул, соответственно увеличивается урон. Какая норма? Он дает дэмэдж, соответственно, твоего монопула на 9%. То есть там все слишком плохо для героев, которые бьет Devourer. Если драка затягивается, и он успевает нанести там, не знаю, 6, 7, 10 ударов, то пиши пропало против такого героя очень тяжело. Герой, которому сейчас Мидос очень актуален. Возможно. Ну, единственная его очень-очень-очень жесткая уязвимость, это БКБ на вражеских персонажах, потому что если у противника есть БКБ, это просто мусор. У него вообще ничего нет, что пробивает БКБ, что как-то действует по БКБ. И, естественно, он превращается в достаточно такого бесполезного персонажа. А Мурсевич скоро заведется даггером. Ну, вряд ли это будет Morbid Mask с самого начала. Уже бы купил, скажем так, после веточки. Но не покупает. Значит, даггерок и агрессию. Но пока получается у Team Spirit. Ну смотри, Spirit Breaker вынужден прибежать сейчас опять в центр. Так, пошел там МП Торнадо. Что-то не почувствовал. Да, что-то 1100 монопула как-то в Вауру реально фокс на то, что здесь происходит. А инвокер тем временем только-только себе хочет фейзида собирать. Ну, вот восьмая минута идет. Мы можем посмотреть, что происходит с Тумной Форсом. Так, у нас там пошел Захилл Слардара. Убивали внизу и его убили. Втроем убили. Нормально. На Фаник выход на топим. Фаник. Сейчас будут грызть. Туэр Пауэром пытается спастись. Еще импетусами откидывается. Флай очень больно. Ему надо держать дистанцию в упор конче. Пошел Глимс. Взад. Да, и еще одну плюшку надо дать. А, Флай выживает. На 29 хитпоинтах. За ним вроде как выехал Spirit Breaker, но он будет пробегать по центру. Там его можно просто заныкать. Если он на топ пошел. А, нет, это трава, кстати. Ну все, и должен делать тэпоут. Должен делать тэпоут. Да, да, флай это понимает. Тэпоут. Тэпоут. Рунный инвиза. Спрятать на уфира. Ну, две плюхи получил. Нету спрятать. Нету спрятать. Так я же говорил, что не вкачан у него астрал. Так бы можно было. И первый раз его спрятаться, когда он побегал в одну сторону. И второй раз. Это ЕМП, от которого он убегает, это, мне кажется, больше дань уважения, чем необходимость. Нет, очень опасно будет, когда жук доберется до 2 аурора. Вот это будет для вот этой вот тумбочки летающей очень опасный момент. Потому что ты... Свап. Afterlife получает стан. Будет ли подкоп? Есть подкоп. Манна бёрну уже в кд. Ну, забирай. А, и курс прыгает. Хочешь забрать по стану. Уфос очень жирный, как герой. Много армора. 16 армора. Ещё и станы сейчас есть. Оно его спокойно отбрасывает. Правда, Glimps пошёл под статик шторм. И хвоста, наверное, здесь убьют. Да, забирают хвоста. Рамзесу никак противостоять не получилось. Эмвокер прилетел. Ещё тормады, ЕМП. Вроде укол снэп есть, но там ультурсы, которые съедают почти весь урон. И Рамзес. 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 Пожимает стики. Будет ли санстрайк? Ну, инвок в кулдауне, поэтому... Ну, и санстрайк был бы первого уровня. Мало урона, наверное. Башню силы тьмы на верхней линии, атакует. А что он там будет делать? Ну, то есть прилипят импетусов, импетусов, кинул бы парочку в урсу, убил бы 100%. Не знаю, может быть, у него телепорт в кулдауне как таковой находится? Я не в курсе. Может, просто не считали... Не можем осудить, потому что телепорта в кармане нет. Да, телепорта в кармане нет, поэтому обсудить этот вариант мой лапень как не можем. И осудить и обсудить этот разгон. Айсберг боялся в террор. Будет ли ультимейт? Ультимейт нет спиртбрекера, хороший слабый. А, вот это очень мощно сейчас будет, когда его убьют. Причем инвокеру. Инвокеру. Инвокеру, который очень сильно был угнетен. У которого две шестьсотные творца. Меньше, чем у дизраптора. Но, опять же, вины инвокера как таковой, я бы не сказал, что она и есть. Возможно, стоило подставить сюда еще жука какого-то в мид на помощь. Но у жука, как мы видим, была другая миссия. Он быстренько заполучил себе шестой. Он на десятой минуте уже шестой. Это очень много. У него есть аркан Буцы. Это тоже очень много. Человек Рошана видит Рамзеса. Рамзес заходит. Будет ли попытка заселить? Сейчас вендетта весьма долгая, поэтому можно постоять и поконтролить полностью этого Рошана. Сентряк поставили, но Сентряк не достает. Вот увидели. Увидели Алоху и подсветили. Алоша. Да, если бы Алоша стоял чуть глубже в рошпике, его бы не заметил этот вард. А ему нельзя было глубже заходить в рошпик, потому что Рошан бы клепать на что? Не. Мы, смотри, мы понимаем, где ему нужно было стоять. Нужно было стоять где-то вот здесь. Вот в этой позиции. Может быть, да. Но это знаем мы. Этого, естественно, не может никак знать он. Но на будущее, когда он пересмотрит, я думаю, найдется какую-то нычку, где можно просто затесаться и не бегать. Но в итоге его заметили. Да. Хотя очень неплохой мог получиться момент. Башня сил света на верхней линии разрушена. Я так подозреваю, что это будет попытка выйти в быстрый аганим. Ну, смотришь на инчу, да, тут как бы... Ну, это драгонлайндз аганим обычно. А, ну, может быть, да с копья начнет. То есть там либо копье аганим, либо аганим копье. Зачастую и то, и то стараются собирать, потому что там раньше атаки действительно очень жесткие. Ты просто не заморачиваешься на тему, в кого тебе дать импетус, когда тебе дать импетус. Ты просто даешь импетус. Лайк. ЕМП. Очень крутой сайленс. И инвокер просто безоружен. Точно так же, как и Алоша. И Дваур разваливается. Просто убивает одного. Переключается со второго. Ещё на 3 дубу Алоши. Олхил действительно. Есть ещё и Климс. И вот это минус 3. 30 ворованного интеллекта. Как же он разваливается. В это же время на боте Мегаблак спокойно разобрался с вышки. Башню силы тьмы на верхней линии атакуют. Да, инча пытается ответить тем же на верхней линии, но у неё не получается на это сделать. Но вот инчи на карте нет для Team Empire. Её вообще нет. Не, она помогала питомцами некоторое время на миде инвокеру. Но этой помощи было недостаточно. Башню сил света на центральной линии атакуют. Возможно, я говорю, стоило задействовать Жука чуть более агрессивно и именно против Дваурора. Потому что вы его брали, по сути, именно против Дваурора. Не просто потому, что Жук хороший герой. Он тип норм, но конкретно против тумбочки он очень крут. Ну смотрим. Алоша. Виндетта откатилась. Ну, пока Вар сюда воткнул. И, кстати, увидит сейчас Дизраптора. Да, он заметил Дизраптора, заметил Урсу. С Саедисом это бесполезно. Нет, Дизраптор-ьер работа срезать, но тэп-аут в КД. Мне кажется, в один конец билета. Всё, курица улетела. В неизвестном, вернее, в известном направлении, но не для Алоши. Алоша сейчас будет ждать её. Понимаешь, фишка в том, что даже Дизраптор уже является для него недостаточно. Недостижимая цель. У него 1000 хп у Дизраптора. Ему не забёрзнешь никак. Летит Курак и срезал курицу. Вроде норм, но я бы не сказал, что это ждёт Эльберс. У меня была. Хорошая торнадо. С кем бы свапнуться, но маны уже нет. Весь интеллект высосали. Да, ещё буквально тычечку бы айсберг ему навесил, был бы ультимейт. Спрятали. Куча дэмэджа. Ну, сейчас просто... Да, её сейчас просто должны будут взорвать. Так и происходит. Фаник погибает. Урса под оверпауэром вообще не ощущает этот untouchable. Эээ, да, эта вышка ещё неуязвимая, ребят, вам не стоит лезть дальше. Хотя, кто говорит, что не стоит? Рамзес прыгает, Рамзес убивает. Урса бить? Что убить? Ну, блин, на самом деле смотришь как-то... Кисленько. Кисленько. Вот. А наши аналитики, прошу заметить, они сказали, что у эмпайра пик, но лучше. Возможно, пик и неплох, но его использование немного подкачало. Я говорю, жука не видно, инчи не видно. То есть герои, они блеклые. Они ничего не делают на карте. Да, так есть. И причём, смотри, жук с третьим импейлом. Чувак, тебе нужен четвёртый монобёрн на седьмом уровне. Силы света укрепили свои сооружения. Тут ты не будешь давать никакой прокасты. Твоя единственная задача собрать линзу и давать монобёрны. Ну, там, блин к линзу. Просто линзу. Что-нибудь. Но линза должна быть там. Паник, надо быть аккуратнее, потому что могут прятать. Подтаскивать сюда всех крипов габлак. Начинается, опять же, дикий пуш. Тут есть собака. Ну, собака прямо сейчас умерла, кстати. ИМП. Так, тут хорошо, кстати, айберга принимают. Да, и его убивают очень быстро. Так, тут ворота ничего не успел сделать. Какие стычки от паника? Да посмотри, залетают. Ворота начинает разваливать. И вот тут всё ещё есть одень. И сказать, спастись у тиммейтов спиритбрейкера. Рамзес, как же тебе больно пинают из башни. Прямо не упускать этот троп пока что и гиды. Но его должны тут продавать, потому что Флай слишком далеко забежал. Если инвокер захочет за ним погнаться, он его, конечно же, сможет убить. Но отпустили здесь дизраптора и погибает три героя команды. Спирит для Империи это очень важный момент. Это глоток воздуха некий для имперцев, потому что только сейчас глотали они не воздух. Да, да, да. На протяжении всей карты. Они ещё ни разу не были впереди. Если посмотреть на графики, с первой минуты времени они были только... Да, да, да. Именно. Начинают падение Рошана. В итоге что? Они проигрывали 8000. Сейчас, конечно, они неплохо отбирали. Облака есть лежит. Будет ли торнадо? Есть разгон. Бэйвов террор. Много минут армора. Неплохой торнадо. Ставится ЕМП. Облака отсюда точно не уйдёт. Айсберг. Маны слишком много. Есть ультимейт. Паник остаётся. Беги отсюда. Есть глимс назад. Паник заперт. Остаётся. И будут вообще здесь разминать. Айсберг. Но, конечно, очень долго бьёт Дваурер. Конечно, там 200. Он по нему наваливает. Но слишком долго. Сейчас сейчас появится ещё одну. Он спеет выпить. А, ну там Урса пришла на помощь. Элегантный такой полёт арбы. Да, да, да. И вот тут тоже не коп. Ну ещё и глимс. Да, легко достаточно разбираются. И непринуждённо. Ну вот, пока Дваурер мёртвый, всё было хорошо. Только Дваура опять появился. Не получилось никак на него перевести фокус. Потому что просто никакого фокуса, в принципе, не было. И вновь спирит на коне. Причём конём этим являются эмпайры. Да. На коне этим эмпайр. Именно так. Скинулись на себя. Плохо работает ЕМП, скажем так, в этой всей задумке. То есть оно всех оставляет без воды, кроме ОД. А ОД это ключевой таргет. Там должен работать Никс. А Никс только-только вот получил второй манебёрн. Слишком большое КД. 20 секунд. Он один раз максимум за файт кидает это всё. В ОД тоже. То есть Жук брался конкретно против ОД. Вот он только сейчас, видимо, понял это. Он причём докачал импейл до четвёртого уровня. Ну зачем? Зачем? Сбрось 8 секунд кулдауна. 8 секунд кулдауна слетает. Плюс ещё там 0.5 коэффициента по манобёрну. В итоге у него сейчас уже был четвёртый манобёрн. И линза. Очень нужна линза. Ты посмотри Рейндж. Ты не подойдёшь к Девауру для того, чтобы дать его там дважды. А давать его ты должен хотя бы дважды за замес. Первый раз просто не глядя. Второй раз там уже как получится. Если ты ещё в живых будешь. Видит Afterlife Алоша. Алоша видит тут многих людей. Сантреки есть у Габлака. Вот помигали, кстати, на Габлака то, что у него есть эти Сантри. Мог Сантреки в миде стоять. Ну а кто сюда придёт? Это сейчас бесполезная трата времени. Блинк появляется у Слардара. Кстати, весьма поздний. Блинк. А, у него 21 добитый крип. Я не знаю в чём дело. При смерти 21 крип. То есть он вообще почти не фармил. И начинает собирать Блэкинг Бар. Чтобы вообще полностью обезопаситься. Что его там сможет контролить. Только свап и ультимейт. Он почти неуязвим. Да, он будет неуязвим. С руки там пока некому его пробивать. И тоже очень важный момент. Что он как раз против этого же Никста будет себя чувствовать замечательно. Просто нажмёт себе БКБшечку. А дальше делай с ним что хочешь. Интересный мув, кстати. Это ложь бестапаута? Не, ну не увиди. Это сейчас откатится. Он нашёл себе нычку. Сейчас он убежит. Должен вернее убежать. Его, кажется, спалили. Спалили, да его. Башню сил Тиму на верхней линии атакуют. Угу. Да, и после такого тяжёлого старта, конечно, имперцем реабилитироваться будет почти невозможно. Почти. Бывало всякое у нас. И вчера у нас бывало всякое. Да, да, да. И сегодня, возможно, у нас случится всякое. Резоль, мы видим, собирает орхид. Но, честно говоря, этот орхид уже очень поздний по таймингам. Почему? Потому что у Дваурера сейчас будет БКБ. У Урсы тоже оно уже, наверное, даже есть. Да, у Урсы уже есть БКБ. Кажется, чем как только увидит этот орхид, то может переключиться на грифсы. То есть, ну, просто собрать грифсы. Чтобы снимать с себя Сайланс в любой момент. Да, да, да. Он так и сделает, он так и сделает. Он, кстати, может. Допустим, вместо того же супербыстрого Аганима, если сильно понадобится, действительно, Гвардиан Грифс хорошая штука. Против Порхина. А там чего? На кого ты его ещё будешь кидать? Слардер? Ну, он обычно первый нападает. Привет, это Лоша. Лоша подкопал. Получает стан есть, темплипай. Нужно нажать карапасы. Лоша подкопал это последнее, что он сделал, наверное. Так, в разбег, кстати, идёт перед брейкера. Прогоняют отсюда. ОД, но Урса с БКБ в Афине. Шансы? Не уйдёт отсюда, скорее всего, и No Fear. Опять же, стан. Две тычки. Аккуратнее надо быть здесь. Резолёт, что он будет ли просвет. В айсберг. Много дэмэджа получается. Ставится его настреливать. Фаник, фаник. Получает ультимейт. Моментально остаётся без маны. Продолжается в погоне. Рамзес есть. Клэп есть замедление. Вот это чёрт шанс. Да, просто разрыв. Просто разрыв. Ультра килл от Рамзеса. И ничего, ровным счётом ничего не могут. Делать им перцы. Да, 20 минут. 20 минут гуд гейм. Действительно неплохо сыграно. Что можно сказать? На линиях шансов не осталось вообще никаких. ОД в миде просто уничтожил бивокера. ОД первым баном до конца этого дня. Вот я прям вижу его. Потому что вчера мы ещё типа сомневались. Потому что некоторые команды его не брали. Другие его не банили. Или там наоборот. И получалось то, что герой был такой в тени. Непонятно в чём была его мощь. Но сейчас мы собственно увидели всё своими глазами. Бинбокер 252. Вообще ничего не мог сделать. Бедолага. 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 Ты по-другому и не назовёшь на самом деле. Так... Так... Бедолага. 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 Бедолага.